В их сердцах все так же живет дело Ленина, как и прежде, они готовы строить узкоколейку, как Павка Корчагин, и защищать свою родину до конца, как молодогвардейцы. Мне на днях посчастливилось вручать комсомольские билеты ребятам, которые родились в 2001 году. В этом году вручили комсомольский билет мне, когда мне исполнилось 14 лет. Это самый лучший ответ тем скептикам, которые говорят о том, что комсомола больше нет и он остался в прошлом. Комсомол не только не остался в прошлом, он успешно сегодня развивается и идет правильной дорогой. Удивительно, но праздник комсомола не признан официально действующей власти, так и не удалось заменить пионерскую и комсомольскую организации на что-нибудь хотя бы похожее. Неорганизованная современная молодежь забыла свою историю и быстро потеряла жизненные ориентиры. Власть очень боится всего того, что нестет в себе имя в ЛКСМ. Не только с точки зрения идеологии, но в первую очередь с точки зрения заботы государства о молодежи. Ведь вспомните, в ЛКСМ принадлежала масса пионерских лагерей, громадная сеть студенческих спортивных баз и домов отдыха. Это в первую очередь государственная политика, которая тратит деньги не на олигархов и на поддержку, так сказать, сгрумпированных банков, а на свое население, на свое будущее. Как и 97 лет назад, в ряды ленинского комсомола принимают самых грамотных и отважных. Ежегодно комсомольские билеты получают тысячи юношей и девушек. В 97-е годовщину ЛКСМ праздничные мероприятия прошли по всей стране. Центральное торжество в Москве. Я уверен, что те традиции, которые заложил комсомол в годы Великой Отечественной войны и на великих союзных стройках, нами будут продолжены. И как бы ни было трудно сегодня, тем не менее, без этого уникального опыта ленинского комсомола, без строительных отрядов, без пионерских дружин, без великих строек, мы не справимся с нынешними трудностями. Поэтому от души поздравляю вас с днем рождения комсомола и уверен, лучшие традиции будут продолжены. Слава ленинскому комсомолу! Ура! Поздравить комсомольцев с праздником приехали знаменитые артисты, среди которых Юрий Назаров. Детские танцевальные и хореографические коллективы из Москвы и Подмосковья подготовили художественные номера. Зажигательный танец ансамбля «Радичок в платочке» взорвал зал. Чтобы подготовить такой номер, семь потов сойдет, признаются артисты. Ведь танец очень сложный. Он, да, довольно сложный. Мы очень устаем, чтобы один раз его даже пройти. А за репетицию мы его проходим раз пять. И это очень выматывает. Свою 97-ю годовщину ЛКСМ пополнило ряды новыми комсомольцами. Они получали билеты в торжественной обстановке концерта. Иван Жушман, Алексей Шеликов и Николай Крокопенко. КПРФ. Субтитры создавал DimaTorzok